Здравствуйте дорогие друзья! На связи Димон с сайта JoomlaMix.ru И в этом видео уроке мы продолжаем изучать нашу CMS Joomla продолжаем апгрейдить ее то бишь улучшать внешний вид, добавлять новые расширения, компоненты и в частности сегодня рассмотрим такое расширение которое называется From Page Slide Show Из названия уже понятно, что это слайд-шоу Сейчас вы видите его работу на демо сайте Из английского названия можно перевести так, как слайд-шоу на главной странице Но данное расширение состоит из компонента в котором непосредственно настраиваются слайды которые будут у вас отображаться и из модуля, который отвечает непосредственно за вывод данного компонента у вас на сайте Поэтому это расширение очень мощное, состоит из двух составляющих И в процессе этого видео урока мы рассмотрим основные параметры компонента и модуля и в целом познакомимся с этим замечательным расширением Давайте перейдем в административную панель Перед тем как записывать данный видео урок я немножко поработал с данным расширением и соответственно перевел на русский язык компонент и модуль для более удобной работы Я надеюсь вам это пригодится Если же нет, то также в дополнительных материалах к этому видео уроку будет прилагаться и оригинальный компонент с модулем Если уж так хотите пользоваться именно на английской версии то, как говорится, милости просим Официальный сайт разработчика Это компания Joomla Works Которая разработала данное расширение Ссылочка вот здесь Также она будет прикреплена к видео уроку внизу Если вам уже так хочется более подробно познакомиться с этим расширением Вы можете зайти на сайт разработчиков Почитать различную документацию Основные характеристики Также здесь вот такой представлен своеобразный список У них на котором показано На каких сайтах уже этот компонент и модуль используется Ну думаю понятно, да? Вернемся к нашей работе И будем устанавливать на наш демо сайт данное расширение Через менеджер расширений устанавливать Установить и удалить Кнопочка обзор И вот как я говорил Оригинальная версия и с приставкой рус Как раз переведенный на русский язык компоненты модуль Убираем данный архив Нажимаем открыть Согрузить файл установить Компонент установлен удачно Тут бла-бла-бла-бла Всякую фигню пишут Она вам не очень важна Если вы хотите Именно разместить FromPage слайд-шоу У вас на сайте просто как слайдеры То Я вам советую В такие надписи Вот Такого плана Не Внедряться Ну к примеру Здесь они написали Спасибо Что загрузили слайд-шоу Компании Джума-воркс И та-та-та-та Самое важное Что из всего этого Хочу отметить Что В этой табличке Написано то Что вместе с компонентом Автоматически установился И модуль Который также называется FromPage слайд-шоу Чтобы все это проверить, смотрим компоненты, вкладочка FromPageSlideShow появилась, также заходим в расширение, менеджер модулей и видим среди списка модулей у нас появился FromPageSlideShow, но он выключен. Сойдем, сделаем минимальные настройки, уберем заголовок, включим его и выберем позицию User1, так как она наиболее удобна для наглядности данного расширения. Также сразу пробежимся по-быстрому, здесь есть ссылочка на этот видеоурок, который вы сейчас смотрите на сайте jumelamix.ru, то бишь в процессе работы с данным модулем, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете ей воспользоваться, перейти, посмотреть, что-то возобновить в память, если что-то забыло. Но в целом, если она вам не полезна, то вы ей, соответственно, можете не пользоваться. Чуть ниже, также есть ссылки на официальный сайт данного продукта, на документацию данного продукта, также на официальном сайте и на еще различные продукты компании Jumelworks. Также, если вам понравится, можете пользоваться данными ссылками. Небольшое описание присутствует, но остальные настройки мы рассмотрим чуть позже. А сейчас давайте сохраним. Перейдем на главную страницу, обновим ее. И видим, да, From Page Slideshow у нас появилось. Как вы можете обратить внимание, здесь уже кнопочка на русском подписана подробнее. Ну, здесь демо записи на английском. Это все зависит от того, что просто слайды созданы, соответственно, на английском. Мы сейчас вернемся в компоненты и будем подробно все рассматривать. Итак, идем к компоненты, From Page Slideshow. Открылась рабочая панель данного компонента. Здесь мы видим такие четыре вкладочки рабочие. Сразу хочу сказать, вот эти две вкладочки, они и есть рабочие. А это все второстепенные конфигурации еще. Практически нет настройки, и это простое описание. Итак, чтобы создать свое слайд-шоу на сайте, надо сначала для него создать категорию. Перейдем во вкладочку категории и посмотрим, да, как раз для тех четырех слайдов, которые мы видели ранее, создана категория демо-категории. Чтобы создать свою категорию, надо, соответственно, нажать кнопочку создать. Появляется окно создания категории. Здесь пишем название, ну, к примеру, демо, да. Пишем опубликовано, да, нет, опубликовано. И параметры загрузки изображения советую вам оставлять, какие есть по умолчанию. Но если вам так интересно, вы можете с ними поиграться. И все изменения, соответственно, вы увидите у себя на сайте. Но я вам советую оставлять такие, какие они есть. Нажимаем сохранить. И видим, да, в списке категории у нас появилась новая категория демо. Но в ней нет ни одного слайда. Сразу хочу сказать, мы не будем создавать для этой категории слайды, потому что, ну, для корректного отображения надо создавать несколько слайдов для наглядности. Мы просто будем сейчас сделать новый слайд и добавим его в категорию номер один, которая называется демо-категория. Переходим в закладочку слайды. Здесь видим, можно отфильтровать по категориям, да, вот наша демо в ней, ноль, соответственно, и демо-категория, в которой мы будем создавать наш новый слайд. По умолчанию здесь четыре слайда есть, можно так вот просмотреть картинки, да, для наглядности мы видим. Появляется очень все здорово сделано. Итак, чтобы создать слайд, нажимаем кнопочку создать. Здесь, конечно, настроить гораздо больше, чем в создании категории, но мы по порядку сейчас разберемся со всем. Итак, заголовок слайда. Пишем, к примеру, продукт я до этого репетирую при записи данного видеоурока, соответственно, у меня уже здесь остались надписи. Что такое заголовок слайда? Заголовок слайда – это как раз вот эта большая надпись, которая отображается у нас здесь, и также она в превьюшке отображается вот здесь. Понятно, это заголовок слайда. Возвращаемся. Обязательно выбираем категорию. Здесь в выплывающем списке все категории, которые у нас созданы, мы обусловили, что будем создавать демо-категории. Ее оставляем. Опубликовано – да. Дальше в двух строчках можно задать старт публикации и конец публикации, как в материале, если вы помните. Следующая настройка – доступ к группам пользователей. Здесь обязательно выбираем какую-то группу. Если группа будет не выбрана, вам вылезет ошибка – выберите, пожалуйста, группу. И будет вам добро. Да? Оставляем публик, то бишь, для всех. Вот это я не перевел, видите? Я круто, я круто, я перевел. На самом деле, не так много было времени заморачиваться. И поэтому, надеюсь, что не переведено, вы поймете сами, да? Итак, здесь основной текст. Основной текст. Так, давайте напишем. Что такое основной текст? Основной текст у нас выражается чуть ниже заголовка. Вот он, да? Здесь. Как раз заголовок, он может служить и ссылочкой одновременно. А вот здесь такое описание. То бишь, описание вы указываете сами, какое хотите. Такое мини-описание для перехода дальнейшего чтения статьи или рекламированный продукт. Дальше. Опускаемся ниже. Видите, тут кнопочка изображения. Я, если честно, не пользовался этим ничем. Так что, если у вас будет свободное время, можете поэкспериментировать. И, не знаю, можно добавить картинку, нельзя. Я не пробовал. Слоган текст. Ну, это мини-описание. Мини-описание. Оно отображается в превьюшке. Вот здесь. Вот. Вот мини-описание. Вот мини, да? Вот это вот. Здесь оно не отображается, а отображается в превьюшке. Это понятно. Так. Переходим к настройкам ссылки. Как вы уже поняли, для каждого слайда можно создать ссылку, которая будет вести в зависимости от функции, которую вы выберете. Первая функция – это выбор. Можно выбрать раздел, категорию или статью, по которому будет вести ссылка на какую-либо статью, к примеру. Дальше можно выбрать из пункта меню. То бишь, у нас здесь отображаются два меню, как вы видите. Ну, к примеру, можно вот на дереве выберем. Также есть функция выбора какого-то URL-адреса, но здесь есть пометочка. Обязательно его надо указать с http, двоеточие, двойной слэш. То бишь, адрес надо прописывать полностью. Ну и, соответственно, можно вообще без ссылки и открывать ссылку в новом окне. Да, нет. Это target blank. Ставим вот так. Дальше идут настройки отображения. Сразу хочу сказать, эти настройки дублируются в модуле, который отвечает за отображение данных слайдов у нас на сайте. Ну, в целом, все понятно, да, показать заголовок, показать слоган, показать ссылку подробнее и так далее. С помощью чекбоксов вы можете включать или выключать данные параметры. Следующие параметры – это изображение слайда. Отмечаю сразу, если вы не загрузите никакое изображение для слайда, слайд у вас не сохранится. То бишь, подразумевая по тем, что вы начали создавать какой-либо слайд, уже должна быть готова у вас картинка для него, соответственно. И поэтому есть две функции. Первая – это загрузка изображения откуда-то, да, с сервера. То бишь, с вашего домашнего компьютера, точнее, не сервера, а какая-то картинка у вас на компьютере есть, вы можете ее загрузить. И также из сервера выбираем директорию. Вот есть все картинки, которые тут можно выбрать. К примеру, картинки, какие у нас есть на сайте. Вот можно, к примеру, давайте вот эту выберем. Все, да? С этим понятно. После завершения настроек нажимаем кнопочку «Сохранить». И видим, в общем, в списке под номером 1 у нас появился новый слайд, который называется «Продукт». Нажимаем превьюшку. Все как надо, все как положено, отображается, да. Возвращаемся на главную страницу. Обновляем. И вот мы видим, да, появился новый слайд, который называется «Продукт» и так далее. Ну, видите, картинка у нас маленькая, соответственно, она не подойдет в много свободного места. Поэтому насчет с картинками вы сами там разбирайтесь. Не надо там малюсенькие лепить. Выбирайте хорошие, качественные картинки, чтобы все отображалось корректно. Так, я думаю, с компонентом разобрались. Давайте теперь перейдем в модуль и поговорим о его настройках. Приходим в расширение менеджер модулей. Мы уже сегодня заходили, включали данный модуль. Теперь поговорим о его настройках. Первая настройка – суффикс класса модуля. Ну, это постоянная для модуля настройка. Ее пропускаем. Идем дальше по порядку. Выбор категории. Здесь, соответственно, выбираем категорию, которая будет отображаться у нас в слайдшоу. У нас так и стоит демокатегория. Мы оставляем. Дальше выбор шаблона. Здесь представлено 7, нет, 8 шаблонов, которые вы можете выбрать для отображения слайдшоу. Ну, нажимаем применить. Главное. Обновляем. К примеру, вот такое, да? Немножко измененно здесь так. Вот превьюшечки есть маленькие. Здесь Redmo читать дали. И так далее. Вот продукт у нас, видите, описание. Все как надо. Но, если честно, я скажу, меня шаблоны особо не вдохновили. Вот как стоял Movies по умолчанию, да? Так он мне больше всего и понравился. Но хотя в документации написано, что можно создавать свои HTML слайды и, соответственно, внедрять их и использовать. Так, перейдем дальше к настройкам. Это выбор движка Mototools. Если выбрана jQuery библиотека, то выбираем, соответственно, загрузку ее. Я сразу хочу сказать, если вы не опытный пользователь, то бишь, не соображаете, что такое библиотека jQuery, там Mototools и так далее, я советую вам эти настройки оставлять всегда по умолчанию. То бишь, всегда, что вы не понимаете в настройках модуля или плагина, компонента, не трогайте лучше и будет вам добро, как говорится. И особой роли это не сыграется. Это уже для более продвинутых пользователей, которые начинают чуть ли не переписывать весь код данных компонентов и подстраивать именно в пиксель в пиксель под свой сайт. Для первоначального изучения вам и хватит более таких простых настроек. Ну, ширина, высота, ширина боковой панели. Ширина у нас высота вот указана, да, в пикселях. И ширина боковой панели. То бишь, ширина вот этой панели управления. С этим все понятно. Также можете задавать сами в пикселях, подтягивать. К примеру, здесь можно, видите, немножко вправо дать, либо увеличить панель, либо полностью картинку увеличить, чтобы немножко правее, чтобы поровнее стало. Но это уже сами там смотрите. Можно убрать панель навигации. Да, нет. Потом идет время задержки, время перехода и время перехода панели. Здесь все подписывается, в принципе, да, но если непонятно, я вкратце пробегусь. Время задержки. Это время в миллисекундах, то бишь, 6000, это 6 секунд. Это время, сколько слайд у вас показывается. Потом время перехода. Сколько от слайда к слайду длится переход. И время перехода в панели 0,8 секунды. Это время перехода вот здесь. Они же тоже переходят между собой. И там затухание, появление тоже 0,8 секунды длится. Автостар слайд-шоу, то бишь, слайд-шоу будет стартовать при перезагрузке страницы. Переключение слайдов можно использовать с помощью клика или наведения. Это вы выберете тоже настройку. При наведении просто наводите и меняются, да, слайды. А при клике надо кликнуть. Здесь понятно. Также можно задать текстовый эффект. И его будет тоже 1 секунда времени. С этим тоже поиграетесь. Дальше идет контент-параметры. Порядок слайдов. Здесь вы можете указать порядок слайда, как они будут указываться в панели управления. То бишь, по ID, по ID по возрастанию, по алфавиту, случайно. Вот у нас сейчас стоит как в компоненте. То бишь, как они идут в компоненте по порядку, так они и показываются. Здесь показываете предел слайдов. То есть, то количество максимальное, которое хотите задать. Ну, оставляйте всегда ноль и не заморачивайтесь. И вот как раз идут настройки, как я говорил, которые дублируются. Как в компоненте, так и в модуле. То бишь, если вы видите, здесь написано следовать настройки из компонента. То есть, заголовок показать, скрыть или наследовать те настройки, которые стоят в компоненте. Там у нас стоит, соответственно, показать. Значит, здесь будет показывать. И так к остальным, да. Здесь можно указать предел слов для слогана. Также и отключить ссылки слайдов. Или не отключать. Я думаю, с этим тоже все понятно. В расширенных параметрах также я советую вам оставить все по умолчанию. Это тоже здесь CSS. Я даже переводить не стал, потому что, ну, в принципе, это уже заморочки пошли. Для простого использования слайдшоу достаточно и основных настроек. Итак, что хотелось сказать в заключении. Скажу то, как удалять данный компонент. Компонент удаляется через менеджер расширений. Расширить, расширение установить, удалить. Компонент. Выбираем FPSS. Это сокращенно Front Page Slideshow, да. Нажимаем кнопочку удалить. Причем вместе с ним и удаляется автоматический модуль. Не ищите потом модуль такой же FPSS. Его уже не будет, потому что он удален автоматически. С этим все понятно, да. Еще сразу хотел, не помню, говорил, не говорил. Данное расширение коммерческое, оно продается. Ну, как-то так. Так что, в принципе, все. Качайте данный видеоурок, вместе с расширением и преобразуйте свой сайт. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok